Если вы начинаете только работать в журналистике, очень важный навык, который вам пригодится на всех этапах вашей карьеры профессиональной, вам нужно научиться разделять новости, анонсы и мнения. Может быть, вы это не замечаете, но вас каждый день с утра до вечера окружают ленты новостей. И если вы думаете, что они только на информационных порталах, ну нет, неправда. Вы даже открываете свою социальную сеть, и там тоже все в виде ленты новостей. Что нового произошло, кто там какой-то ворожок где поел, кто на какой конференции сфотографировался, все это наполнено новостями. И когда мы говорим лента новостей, мы предполагаем, что это новости. Новости это то, что случилось, то, что произошло, то, что изменилось в мире, и это изменение каким-то образом повлияло на жизнь человека. Ну или на вашу жизнь, если мы говорим о каких-то общественных значимых больших событиях. Но давайте внимательно посмотрим, из чего состоит наша лента новостей. Вот, например, эта новость. Что-то случилось, что-то произошло, что-то изменилось. Давайте на это посмотрим. Это совсем не новость, это просто обещание, анонс, объявление о том, что произойдет в будущем. Почему же тогда в ленте новостей они равнозначны, почему они стоят рядом? Ведь для аудитории, для читателя, для непрофессионального глаза они абсолютно равноценны. Что и происходит. Если мы наполняем ленту новостей и анонсами, и новостями, люди думают, что то, что обещано, уже случилось и уже повлияло на эту жизнь. Самый короткий такой, самый часто встречающийся пример. Например, депутаты рассмотрели вопрос об изменении размера штрафа, не знаю, для катания на самокатах. Они только рассмотрели вопрос, то есть это некое такое процессуальное обещание, что может быть изменится размер этого штрафа. Но как только эта новость попадает, как только этот анонс попадает в ленту новостей, это для читателя становится фактом и начинается обсуждение, опять повышают цены и так далее. Как только мы видим в одной ленте и новости, и анонсы, у нас нет этого четкого разделения, что из этого действительно случилось, что является событием, а что является просто обещанием, либо объявлением о предстоящем, а может быть еще и непредстоящем будущем. На мой взгляд, редакторы и журналисты должны быть вот этим фильтром, который разделяет, который очень четко определяет и показывает, раскладывает на полочке вот это новости, а вот это анонсы, для того, чтобы сориентировать своего читателя. Но и это еще не все, что есть у нас в лентах новостей. Зачем-то там в лентах новостей у нас есть мнение, комментарии, и вы их легко можете распознать по депутат Кучкин, двоеточие, кавычки открываются, или какое-нибудь имя селебрити, двоеточие и какая-нибудь цитата. Что это сообщение делает в ленте новостей? Разве это событие? Разве это изменение в том, что нас окружает? Разве это обещание то, что произойдет? Нет, это всего лишь частное мнение. Но давайте посчитаем, давайте сделаем просто калькуляцию. Возьмем ленту новостей и разделим на три колонки. Вот это у нас новости, вот это анонсы и вот это у нас будут мнения. И возьмем разные ленты, федеральные, возьмем региональные и какое-нибудь небольшое локальное издание. Ну и что мы видим? Если вы работаете в медиа, вы как минимум для себя должны очень четко определять. Вы сейчас пишете сообщение. Что это? Это новость? Это произошло? Это случилось? Это зафиксировано? Это можно перепроверить или нет? Это анонс? Это объявление? Это обещание, что что-нибудь будет? Если это обещание, давайте отметим у нас в календарике, что мы потом перепроверим, случилось это или не случилось. И третье, это мнение, это высказывание, это комментарии, это ракурс личный, персональный на какое-то происходящее событие. Тогда мы складываем это на отдельную полочку, в отдельную ленточку. Мнение людей по поводу событий. Но мы перестали разделять эти три полочки. Мы стали делать одну общую, сваленную в кучу ленту всего того, что случилось, всего того, что наобещали, и что разные люди по этому поводу думают. Если мы говорим, что это новости, мы должны фокусироваться именно на новостях. Это показатель качественной журналистики, качественной информационной журналистики. Никто не против спрашивать мнение людей, никто не против, что мы должны анонсировать, должны объявлять, должны предугадывать события, которые случатся. Но самое главное, не надо смешивать это все в одну большую кастрюлю с бульоном, с которой пользователь, читатель как-нибудь сам разберется, что из этого действительно важно, что действительно случилось, а что всего лишь нам пообещали. Продолжение следует...